Мы преследовали две задачи. Первая, это сегодня распределить нагрузку на тех ребят, которые работают в нашем распоряжении, имеются и работают в полном объеме. Сегодня сыграли уже практически по 90 минут многие. Поэтому два соперника, которые нам противостояли сегодня, и Молодечный, и Витебск, достаточно хорошие по интенсивности игры получились. Если в первом матче мы с точки зрения преимущества большого и по счету, и по игровым действиям, по созданию голевых ситуаций, выглядели убедительно, то во втором матче, конечно, немножко у нас не хватало завершающих ударов более четких, более прицельных. И плюс второй момент, это то, что соперник тоже сыграл, скажем так, с нами вторым номером. И вот здесь очень важно нам понимать, что при отработке своих коллективных действий в атаке, нам важно понимать, что против нас будут пытаться в контратакующей манере находить какие-то моменты для взятия наших ворот. Сегодня хороший матч и с точки зрения анализа дальнейшего, поучительный. Есть о чем поговорить с командой, как мы должны противостоять этим контратакующим действиям соперника. И очень хорошо, что сегодня в контрольно-учебной игре какие-то есть моменты для того, чтобы дальше анализировать и улучшать их. В первом матче достигнута победа, убедительная победа. Приятно было смотреть за молодежью, как они действовали, с каким вдохновением. По второму матчу, скажу так, что с точки зрения интенсивности игры, с точки зрения движения, двигательной активности, к ребятам тоже никаких вопросов. Особенно во втором даме колоссальное давление оказывали на ворота соперника. Но, к сожалению, перерыву счет был уже 0-2, поэтому забили один гол. Были еще моменты. Володя Хвощинский, наверное, на стопроцентный момент не реализовал. Еще раз говорю, учебный матч, который дал хорошую пищу для размышления. Если вкратце, то вот такой вывод можно сделать по итогам сегодняшнего игрового дня. В большей степени ориентируюсь на то, что сегодня Саша Сочивков чуть-чуть позже добавился в тренировочный процесс в нашей команде. Алексей Гаврилович болел после турнира в Могилеве, поэтому тоже пропустил определенное количество дней. Поэтому с этой точки зрения я, конечно, понимал, что интенсивность игры против Витебска будет намного выше. И вот их степень готовности на данный момент, еще раз повторю, Саша Сочивка только приступил вторую неделю, работает с нами в общей группе, а Леша Гаврилович болел. Естественно, что после болезни давать объем нагрузки 90 минут, наверное, будет неправильно. Поэтому это в большей степени связано именно с этим моментом, что интенсивность игры с Витебском, конечно, мы рассматривали, что будет выше. И чтобы ребят, скажем так, и игровую нагрузку распределить на них, и чтобы они получили именно вот этот игровой тонус, вот таким образом сработали. Ну а так в целом, я скажу, что еще хочу добавить, то что да, вроде как в первой половине дня играла молодежь, но Илья Черняк тоже уже трудно его отнести, скажем, к молодым футболистам, да, и Глеб Жердев, наверное, тоже уже 2000 года рождения, тоже не отнесешь к молодым футболистам. Вот поэтому, наверное, только молодежь мы можем сегодня говорить про Василия Чернявского, там, Трофима Мельниченко, да, 2006 года. Вот они еще в какой-то степени, возможно, относятся к молодым футболистам. Даже я уже скажу, что и Дмитрий Нижник не относится к молодым футболистам 2003 года рождения, это уже 21 год. Поэтому это уже достаточно хороший возраст, чтобы себя проявлять на уровне высшей лиги. Поэтому, ну, в целом, вот такая картина. Сейчас такой период, зима, то мороз, то оттепель, естественно, что вирусы появляются, да, к сожалению, да, вот накануне Никита Демченко поднялась температура достаточно высокая, поэтому мы планировали его, чтобы он сыграл в стартовом составе, да, но вот так вот вечером, поздним вечером вчера доктор мне сообщил, что температура, поэтому срочно нужно было делать перестановки, поэтому таким образом. Но Андрей Рылыч немножко раньше заболел, три дня назад, тоже высокая температура, мы предполагаем, что это вирусная инфекция. Поэтому, конечно же, ребятам хотелось бы пожелать здоровья, чтобы они быстрее вернулись в строй, потому что в целом они как бы хорошую работу проделали вот до этих заболеваний. А что касается Романа Бегунова, то Рома, к сожалению, да, получил повреждение связки на турнире в Могилеве, на тренировке, да, вот, незначительно. Я думаю, что, да, три недели и Ромка будет в строю у нас, поэтому надеемся на то, что как можно быстрее реабилитация пройдет, и он восстановится и вернется в строй. Вот такие на сегодняшний день ситуации по нашим заболевшим и травмированным футболистам. Ну, конечно, мы в поиске определенным, да, позиций, мы, я думаю, не секрет, что левая зона обороны, левый защитник, конечно же, мы после ухода Аринио и Вакулича понимаем, что нам надо эту зону усиливать каким-то образом. Конечно, проблемы есть определенные, но это все трудовые будни, есть еще время у нас до официальных матчей, вот, поэтому сейчас важно, чтобы и спортивный наш отдел, селекционный отдел работал с хорошим таким вдохновением, чтобы мы все-таки закрывали позиции, которые у нас вызывают сомнения определенные, да, и чтобы мы к чемпионату даже в большей степени подошли уже, как говорится, укомплектованными и готовыми к тому, чтобы отстаивать титул.